Мы уже говорили в прошлый раз о том, что замечено, что в последнее время христиане мало читают Библию и мало молятся. И это не только замечено мной, это замечено и также другими братьями и сестрами, лидерами. На страницах интернета я слышу проповедников и блогеров, которые имеют, вероятно, много очень вопросов, пожеланий, подписчиков. И они бьют тревогу, они говорят, что время, в которое мы живем, в довольно таких библейских церквах, где проповедуется истина, где излагается правильное учение, удивительно, люди не читают Библию и не молятся. То есть они молятся, но мало молятся и мало читают Библию. То есть мы находим время для многих разных вещей, но не находим почему-то время для того, чтобы общаться с Богом. Наша душа без ежедневного общения с Богом, она, знаете, она обессилена будет, она будет неспособной противостоять испытаниям, она будет духовно бедной. Общение с Богом – это как воздух, знаете, как для наших легких, это как питание для нашего тела. Вот у нас несколько недель не было дождей, а потом первый ливень, когда прошел, самый первый ливень, я вышел после него и посмотрел на землю, а нету сверху воды, хотя у нас глина здесь в основном. То есть земля настолько была жаждущей, что даже вот этот ливень, он буквально, он впитал туда, ушел в землю. Давид говорит, «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Об этом мы говорили в прошлый раз на примере 62-го псалма. Давид убегает, скорее всего, от Авесоломы, он пишет этот псалом, и его душа, она жаждет к Богу. Не к тому, чтобы организовать какое-то сопротивление, а в первую очередь у него на устах и в сердце Бог. Слово «душа» указывает на внутреннее стремление Давида к Богу. Это не просто, знаете, такой формальный намаз, как у мусульман, пять раз в день нужно, или же как у католиков нужно утреннюю мессу обязательно совершить. Это говорит о том, что вся его внутренность, вся его душа, все его естество, его сердце, мысли, его воля, они направлены к Богу. Это очень важно понимать. Пока мы не осознаем необходимость общения с Богом и не вкусим сладости этого общения, мы можем совершать наши молитвы формально, формально читать Библию, формально молиться без участия нашего сердца. Помните, Давид говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Почему же нам необходимо ежедневное тихое, именно тихое, говорю, время, потому что вокруг много суеты, вокруг много очень различных занятий, а Бог является источником нашей духовной жизни. Без такого общения мы похожи, знаете, на что? На телефон без батарейки. Какая польза иметь телефон, если он разряженный? Для того, чтобы понимать необходимость общения с Богом, нужно осознавать свою необходимость в молитве. Почему мы мало молимся или же забываем молиться? Потому что мы забываем о том, что мы полностью зависимы от Бога. Поэтому нам нужно будет учиться молиться. Богом заложена в нашей души потребность поклонения Ему. Если мы не общаемся с Богом, мы просто-напросто не функционируем. То, что Бог нас заложил, то, для чего мы предназначены, мы не исполняем. То есть телефон нужен для того, чтобы через этот телефон мы с кем-то общались. Если он просто лежит для мебели, он не выполняет своего назначения. Поэтому нам необходимо помнить каждый день, для чего мы созданы. Мы созданы для общения с Богом. Мы полностью зависим от Него. Он источник нашей физической и духовной жизни. Мы сегодня будем говорить о молитве как необходимости элемента ежедневного общения с Богом. Мы продолжим эту тему на примере молитвы «Отче наш». Нам иногда легко разговаривать с Богом. Иногда у нас молитва льется, иногда нам трудно почему-то молиться. И нам кажется, что нашу молитву только, знаете, она достигает только вот стен нашей комнаты или только потолка. Почему так? Потому что молитве необходимо учиться. Молитва – это труд. Молитва – это выражение нашей зависимости от Бога. Это отражение реальности действительного положения нашего во Вселенной. То есть, когда мы становимся на колени, это самое правильное положение наше перед Богом. Это то, для чего Бог нас создал. Чтобы мы понимали, что мы полностью от Него зависимы, мы нуждаемся в Боге. Нам нужна молитва не потому, что мы христиане, мы воспитались, мы члены церкви. Пастырь говорит, что нужно молиться. Потому что без этого мы не можем жить. Молитва нам необходима как воздух. Апостолы однажды обратились ко Христу с такой просьбой. Господи, научи нас молиться, как и Анна учил учеников своих. Христос рассказал им, как нужно молиться на примере молитвы, которая называется «Отче наш». Молитва «Отче наш» – это не просто молитва, которую мы можем повторять, но мы просто машинально можем ее повторять. В этой молитве заложены принципы. Принципы в наших молитвах. Это определенный порядок для наших молитв. То есть, что должно быть в этой молитве? Или же, чем должно быть наполнено наше сознание во время молитвы? Молитва «Отче наш» показывает, кому должна быть направлена наша молитва, кому должно быть направлено наше стремление, кому она должна быть адресована для того, чтобы быть услышанной. Сначала Христос говорит нам о Боге, как о Боге, который живет на небесах. Он говорит «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Он говорит о Боге, который на небесах, следовательно, Его царство распространяется на всей вселенной. Первая часть молитвы, она должна быть обращена к Богу и к осознанию Его величия и Его могущества. Не так, знаете, сразу мы становимся на колени и начинаем перечислять все, что нам нужно. Господи, дай это, дай это, помоги в этом, исцели и благослови, и сохрани, и защити и так далее. Мы видим, что Христос сразу же показывает о том, что мы должны осознавать, кто есть Бог. Кто есть Бог? Мы должны напоминать себе о Его величии, о Его силе, о Его могуществе, о Его положении. Настоящая библейская молитва, она обращена только к Богу, никому-либо другому. Ни к человеку, ни к ангелам, ни к святым, ни к людям. Некоторые люди молятся даже на людей. Реально молятся на людей, на каких-то президентов, на каких-то царей. Ставят изображения в доме и начинают на них молиться. Это реальность, с которой сегодня мы сталкиваемся. Библейская молитва предусматривает только две стороны – человека и Бога. Очень важно, каким мы представляем Бога во время молитвы. То есть, каким мы его представляем на конце нашего духовной стороны, нашего телефона. Вот этого духовного телефона на другой стороне. Какой это Бог, с которым мы общаемся, с которым мы говорим? Он наш Небесный Отец. Это имя говорит о Его особой духовной близости к нам. Когда мы верой принимаем Христа, как своего Спасителя, то Его Отец становится нашим Отцом. Почему? Потому что Он усыновляет на Себе через Святого Духа. Дух Святой поселяется в нашей душе в момент нашего духовного рождения, и мы становимся Его детьми. По вере. Мы рождаемся для Бога, и в момент искреннего раскаяния, которое называется рождением свыше или же возрождение, мы становимся Божьими детьми. Поэтому Он становится нашим Небесным Отцом. Он не может забыть о нас, или же у Него что-то с памятью, или же упустить из виду. Он беспокоится о нас, Он не может бросить нас на произвол судьбы. Он знает в точности все, в чем мы нуждаемся. И как Сам сказал Христос, Он знает даже точное количество волос на нашей голове. Это не для того, чтобы Он именно считал их, а это указывает на то, что даже самая мельчайшая какая-то деталь нашей жизни Богу не безразлична. Точно так же, как мы смотрим на своего ребенка, и мы знаем, что ему необходимо. Ой, щечки порозовели, диатез, наверное, чем-то перекормила. Наверное, я что-то не то съела, мама говорит, да? Или что-то ему не так далее. То есть, мы замечаем мельчайшее что-то в нашем ребенке, и мы понимаем, мы знаем, что ему нужно. Точно так же и Бог. Мы Ему принадлежим, мы Его собственность, мы Его семья. Мы куплены дорогой ценой. Ценой крови Иисуса Христа. Апостол Иоанн писал верующим. Смотрите, какую дал нам Отец любовь, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мы получили особую привилегию не только называться, но и быть детьми Божьими. Это не просто титул, который дал нам какое-то время, но это реальное усыновление. Реальное усыновление – это принятие нас в Божью семью, которое стало возможным благодаря жертве Христа. Мы должны себе постоянно об этом напоминать. Мы когда вечером с женой молимся, я постоянно молюсь и напоминаю об этом. Господи, я Твое дитё, Ты наш Отец. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам такую привилегию называться и быть Твоими детьми. Это в первую очередь. Мы всегда в молитве должны напоминать себе об этом. Каждый день, каждый раз, когда мы молимся, мы должны напоминать себе о том, кто есть Бог в самом начале молитвы. Кто Он есть? Христос сделал Своего Отца нашим Отцом. Он ввёл нас в Свою семью. Только в одной Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, Иисус Христос открывает нам Бога, как нашего Небесного Отца, и 18 раз говорит об этом. И это не случайно. Бог через явление Своего Сына приблизился к людям, как никогда близко. Именно Его Сын открыл нам Его, как Отца. В Евангелии 1,18 написано, Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. В данном тексте существительное Бог используется без артикля, что подчёркивает не личность, а природу Бога. Следовательно, никто не видел подлинной суть и божественности, но во Христе проявляется полное откровение Бога. Являть, вот это слово эксегумай, рассказывать, показывать, излагать, изъяснять, разъяснять, объяснять. Это такое слово, оно используется, когда речь идёт об обнародовании или толковании божественных истин. Есть такой раздел богословий, называется экзегетика. Она помогает человеку правильно истолковать тексты Писания. Только Божий Сын может сделать экзегумай, Он может объяснить, Он может рассказать, Он может изложить, Он может объяснить и показать нам сущность Бога. Почему? Потому что Он сам имеет природу Бога. И Он может показать нам Бога, Которого мы не видим, Он видимым образом мог это нам сделать. Это изложение имеет особенную силу. Почему? Его родство непосредственно, это одна и та же природа. Поэтому то, что Христос показывал людям, Он показывал природу Бога, хотя Он был и человеком. Жизнь Христа – это живое, наглядное откровение о Своем Отце. Евангелие – это развернутое откровение Сына об Отце. Иоанна 1,14 сказано, «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного, от Отца». Иисус Христос дал нам полное откровение Бога. Он явил нам Бога в первую очередь как Отца, как единородного от Отца. Притом, это было не только словесное откровение, но и физическое, потому что Павел говорит, что Бог явился во плоти. 1 Тимофея 3,16. Апостол здесь, апостол Павел, использует другое греческое слово «фанера», которое означает «делать видимым», являть, открывать, показывать. Бог открыл, Бог показал себя людям Иисусе Христе. Помните, евреям в начале послания он пишет о том, что Бог говорил нам через разные образы, Бог говорил нам в пророках, Бог говорил нам много по-разному, но в последние дни говорил нам в Сыне. То есть, самое высшее откровение, это пик Божьих откровений, которые в Сыне. Бог, Отец, говорил нам в Сыне от Себя. Он пришел к нам в человеческом теле, но его духовная сущность была божественной. Главной целью Бога было открыть нам Себя в Сыне, даровать нам через Своего Сына благодать и спасение. Апостол Филипп однажды обращается ко Христу с просьбой «Покажи нам Отца!» 14 глава 8 стих и довольна для нас. Иисус сказал ему «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. «Верьте мне, что я в Отце, а Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Иисус Христос показывает о том, что Он и Отец – это единый Бог. Это разные личности, но это один единый Бог, три единый Бог. Иисус Христос через Свою жертвенную жизнь, через Свою смерть, через Своё победное воскресенье, Вознесение, которое на этой неделе было, христианский мир вспоминал, показал людям, кто есть Бог по Своей сущности. Всё, что делал Христос, отражало духовную природу Бога Отца. Давайте посмотрим, какие основные характеристики Небесного Отца, которые Он показывает нам здесь. Сначала Он говорит, как Отце, потом Он говорит, Он сущий на небесах. Сущий на небесах – это не столько характеристика Бога, больше место Его пребывания, Он тот, который на небесах. Так буквально можно перевести эту фразу. Сущий на небесах – это тот, который на небесах. Мы отправляем с вами письмо и пишем туда-то, туда-то, и пишем Александру такому-то, такой-то адрес, а не просто на деревне дедушки Константину Макаровичу. С другой стороны, эта фраза указывает на особую природу Бога, Его положение. Он занимает самое высокое место, занимает самое высокое положение. Он сущий на небесах, во Вселенной. Это неземной, выдуманный людьми Бог. Он реальный, истинный, настоящий. Псалом 10, 4 написано, «Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах. Очи его зря, отвежды, буквально ресницы его испытывают сынов человеческих». Положение Бога на престоле, на небесном – это положение Господа, Владыки. Он смотрит на людей и вникает в их проблемы. 32-й псалом, по-моему, написано, 15-й стих, он «вникает во все дела их». То есть, это небезучастный Бог, это не отстраненный Бог, как в греческой философии, небесчувственный Бог. Его внимательный взгляд обращен к каждому жителю земли. Об этом говорит контекст этого стиха. Посмотрите, 3-й стих. Сначала Давид задает такой недоуменный вопрос. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Что он может сделать? Что может сделать праведный человек, когда проявляется несправедливость, войны, насилие, грабежи, когда основания морали разрушены? Мы думаем, порой, все валится и наступает царство тьмы. Но здесь мы вспоминаем, что Господь восседает на своем престоле. Он является гарантом справедливости. Его глаза видят всех. Они испытывают сынов человеческих. То есть он знает, кто чем дышит. И следующие стихи 5-6-х – это ответ на вопрос, что же делать праведнику? Господь испытывает праведного, насколько он доверяет Богу. А нечестивого и любящего насилия ненавидит его душа. То есть Бог неравнодушно смотрит на насилие в этом мире. Его душа ненавидит это насилие. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер. Их доля из чаши. Их ждет наказание. Он обязательно воздаст каждому нечестивому то, что он заслужил. Не стоит ошибаться и думать о том, что все в мире бесконтрольно. Каждый получит соответственно тому, что он делает, даже если порою нам кажется, что нечестивый благоденствует и побеждает где-то, и в чем-то имеет успех. 102-й псалом, 19-й стих. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Посмотрите, он поставил его, его не просто назначили, ему не принесли этот престол, он его сам поставил, не кто-то его выбирал на выборах. Он Господь и Творец, он всем обладает. Это слово буквально означает господствует, владычествует, управляет. Он начальствует, он обладает полнотой верховной власти. Есть суд, к которому мы идем, но есть верховный суд, верховный суд штата, есть верховный суд в Америке, уже выше, самый верховный суд. Так вот, он сидит на престоле, он поставил свой престол, и выше этого престола уже не существует. Выше его уже нету. Он обладает полной властью, верховной властью. Нет личности, способной противостоять ему. Следующее. Необходимо помнить, что Бог наш Отец, о том, что Он сущий на небесах, и то, что Он святой Бог. Посмотрите, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Первая часть молитвы – это образец того, что мы должны концентрироваться, сосредоточиться на характере Бога, на качествах Его характера, на Его атрибуторах, на Его свойствах. Мы не можем по-настоящему почитать Бога, если мы не знаем Его характера, Его сущности. Об этом говорил первый брат. Поэтому мы должны Его познавать всю нашу жизнь. Познавая Его волю, Его качества, Его свойства характера, мы приходим в восторг, внутреннее благоговение перед Ним. Да святится имя Твое. Святость – это сущность Бога. Если эту фразу буквально перевести с греческого, она выглядит примерно так. Пусть будет освящено имя Твое. Пусть будет освящено имя Твое. Пусть оно будет святым в моей жизни. Слово «святить» – греческое слово «хагиаза» – освящать, отделять от обычных вещей, предназначать для Господа, святить, почитать что-либо святым, поступать с благоговением. Главный вывод из этого слова, применительно к этому месту, можно сделать следующий. Относиться к имени Бога, как к святыне, благоговеть перед Ним. Всякий раз, когда мы произносим эти слова, «да святится имя Твое», наше сердце должно смиренно и трепетно склоняться перед величием и святостью Бога. Это еще одно качество, или точнее, сущность Бога, которую мы познаем, которую мы признаем в молитве «Отче наш». Он – святой Бог. Наш Бог, всемогущий, вездесущий, всесильный, творец миллиардов, звезд и планет, и галактик. Он все держит под своим контролем. Ничто не бывает из Его разума или из Его внимания, как говорит порок Исаия в 40 главе 26 стих. «И Он наш Отец, любящий, добрый, заботящийся, защищающий нас от врагов». И к этим качествам Христос добавляет «Он святой». В современном мире люди пренебрежительно относятся к имени Бога. Они часто употребляют их просто в поговорке «О май!» и уже слышишь уже дальше. Или еще хуже что-то происходит. Используют даже как ругательство. А ведь одна из десяти заповедей говорит Исход 27 «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Посмотрите, с каким почтением говорят об имени Бога псалмопевец, или же пророк Исаия, к примеру, Исаия 57, 15. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святой имя Его». Он высокий, превознесенный, то есть выше Его уже никого нету. Он святой, потому что нет никого, кто бы мог быть подобным и сравниться с Ним. По своей святости он отличается от любого другого творения. Псалом 98, 3. «Да святится великое и страшное имя Твое». Свято оно! В книге Откровения спасенные народы стоят перед Богом, восклицают и поют. «Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего?» Почему? Потому что Ты один свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобой, потому что открылись суды Твои. Все люди, независимо от их положения, они придут пред Богом, и они преклонятся пред Ним. Они преклонятся перед Его святостью, независимо от того, были они противниками Бога или же были Его подражателями Бога, Его детьми. Мы все преклонимся перед Ним. Одни преклонятся с восторгом, другие преклонятся с ужасом. Когда Исаия в самом начале своего служения увидел Бога, то это видение в первую очередь представляло Ему святого Бога, Его святость. Исаия, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края Рисио наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг ко другу, говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Царь Озия царствовал 52 года, он был достаточно успешным и благочестивым царем. Но незадолго перед смертью он возгордился, помните, вошел в храм, начал кадить и был поражен проказой. Ну, в общем, его правление характеризовалось стабильностью, благополучием, и, несмотря на проказу, люди его любили. Представляете, 52 года благополучия. 52 года. Это не то, что каждый, знаете, четыре года меняется президент, один за Бога, другой против, один за Гомиков, другой против, один говорит, надо молиться, другой говорит, не надо, один говорит, надо говорить, Merry Christmas, другой говорит, нет, Happy Holidays. 52 года стабильность, да? Это не просто люди, это же, они смотрят же на лидеров, лидеры влияют на людей. Люди были в растерянности, люди были в недоумении после смерти такого царя. Поэтому пророку было дано видение, где настоящим, самым стабильным, самым вечным, непоколебимым царем предстает Бог на своем престоле. Он является гарантом неизменности, стабильности, уверенности. И здесь в этом представляется Он как святой Бог. Серафимы – это приближенные к Богу небесные существа. И эти небесные существа, которые не просто на земле, а там на небе, которые прямо рядом с Богом, которые, говорится, с Ним теть на теть буквально, близко, но они произносят удивительные слова, над которыми нам нужно задуматься. Они говорят, свят, свят, свят Господь, Саваоф. В книге Откровения мы видим точно такую же картину. Откровение 4,8. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». В Библии есть такой закон в толковании, в богословии. Если что-то вы повторяете два раза, допустим, Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, то на это нужно обратить внимание. Если что-то повторяется три раза, то это чрезвычайно важно. Так вот, в двух видениях в разное время пророку или же апостолу, уже в Новом Завете, открывается примерно одинаковая картина по своему смыслу и значению. небожители и спасенные люди видят в Боге то, что в нем самое особенное, отличительное от всех других существ, его святость. К святости Бога невозможно привыкнуть и смотреть на нее, как на обычное явление. Поэтому они желают подчеркнуть эту сущность Бога и выразить свой трепетный восторг. Бог свят, свят и еще раз свят. Мы не в состоянии дать точного определения святости Бога. Точно так же, как мы не можем дать определение святому Богу. Его просто невозможно охватить нашим разумом. Но мы можем говорить об этом в пределах доступных нам и открытых на страницах Библии. Но в реальной действительности святость является сущностью Бога и она отделяет его от всего остального, сказал богослов Уильям Ури. Вот почему Бога невозможно увидеть в этой жизни. Помните, Моисей говорил, хочу видеть славу твою. Он говорит, нет, это невозможно. Невозможно на земле увидеть меня и остаться живым, потому что я святой. Сам Бог через порока Исаия задает людям вопрос, на который вряд ли кто-то может дать правильный ответ. Он скорее риторический. Исаии 40, 25. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит, святой. Святой Бог говорит, с кем вы можете меня сравнить? Потому что я святой. Я отличный от всех других. Он превыше всего. Я хочу привести тут пример о святости Бога. Несколько лет тому назад британские астрономы сделали очередное открытие. Я всегда удивляюсь, когда читаю в новостях о том, что ученые имеют огромные телескопы, мощные смотрят во Вселенную и каждый раз они что-то новое открывают. Они исследовали два больших скопления звезд в одной из галактик, приближенных к Солнечной системе, и нашли одну звезду, которая по своей массе превосходит Солнце почти в 300 раз. А по яркости она светит сильнее Солнца, внимание, в 10 миллионов раз. Задумайтесь над этими фактами. Они нашли ее с трудом, при помощи сверхмощного телескопа, который летает уже там, высоко над орбитой Земли. Но они были поражены ее характеристиками и размерами. Теперь задумаемся, что Бог сотворил не только эту звезду, но и миллиарды других звезд, которых мы не видим. И все это Он сотворил силою Своего Слова. Бытие 1,14 написано, «И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи, для знамений времен и дней и годов, и да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на землю». И стало так. 16 стих. «И создал Бог два светила великие, светила большее для управления днем и светила меньшее для управления ночью, и звезды, биллионы звезд, и поставил их Бог на Тверде Небесной, чтобы светить на землю». Братья и сестры, этим же самым словом Бог возрождает нас к вечной жизни. Иакова об этом говорит. «Восхотев, родил у нас словом истины, чтобы нам быть некоторым началом Его созданий. Желание поклоняться Богу, почитать Его, почитать Его как святого, святое Его имя, возникает в сердце кающегося грешника не просто само собой, но Бог восхотев, возродил нас, Он поселяет нас святого Духа, и святой Дух производит нас это желание, потому что мы Его творение». Говорит Павел Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Вместе с раскаянием в сердце человека приходит и желание святости, отвращения ко греху. Дух Святой производит в нем это желание, отвращение ко всему греховному, что раньше оскверняло его жизнь. У него возникает теперь жажда быть святым. Вчерашняя, извините, блудница хочет быть святой. Вчерашний убийца, насильник или грабитель хочет быть святым. Он не хочет больше этого делать. Еще недавно он вел аморальный образ жизни, а теперь у него пробуждается желание быть святым, быть чистым, быть непорочным. Вот почему наша святость напрямую связана с Богом. Он источник нашей святости. Мы не можем сами по себе производить святость. Мы получаем ее от Бога. Это продукт нашего возрождения. Верующий человек становится потенциально святым через веру в Христа. Изменение его природы происходит посредством святого духа, который в него поселяется. Он возрождает человека. Он его освящает. Он обличает его во грехе. Он направляет его на пути истины. Но он учит его. Он изменяет его характер посредством своего слова. Через истину мы становимся свободными. Дух Святой работает в нас. Эту истину мы проповедуем и говорим. Это все написано нам для того, чтобы наша жизнь изменялась. И Дух Святой является автором того, что здесь написано. И он живет в нас. И хочет, чтобы он, живя в нас, производил желание, чтобы мы соответствовали тому, что там написано. Эта истина освобождает нас. Освобождает. Она делает нас свободными, как говорил брат Дмитрий перед этим. Почему мы, родившись свыше, являемся только началом его создания? Потому что процесс освящения будет продолжаться всю жизнь, до конца нашей жизни. он не имеет предела. Мы никогда не скажем, о, я уже суперсвятой. Нет. Потенциально мы святые. Потенциально, позиционно мы святые. Но процесс освящения, он будет продолжаться всю нашу жизнь. И когда мы рождаемся для Бога, нам не нужно говорить, что вот я хотел бы быть святым. Мы уже святые. Но процесс освящения требует усилия. Поэтому нам нужно, как говорил первый брат, от вот этой ступеньки роста духовного, вот этого прогрессивного освящения. святыми люди не становятся сами, их святыми делает Бог. Но освящение требует усилия. Это Христос прощает нас через свою жертву. Он освобождает нас чувство вины. Он делает нас святыми. Он очищает нас от всех беззаконий. Он делает нас чистыми, непорочными. Потому что Он умер за нас. Евреям 10.10 написано. По этой-то воле освящены мы. Мы освящены. Мы стали святыми. Единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Братья и сестры, мы позиционно святые во Христе. Его святость вменена нам в святость, потому что мы уверовали в Его жертву. Вот то, что эта кровь была пролита за нас. Для нашего освящения была совершена необходима единократная жертва Иисуса Христа. Евреям 13.12. То Иисус, чтобы осветить людей, кровью Свою пострадал в неврак. Когда человек принимает жертву Христа, он получает божественное прощение, он освобождается от гнета вины за все совершенные грехи. Сколько бы их ни было, миллион, миллиард, он освящает Его своей кровью и он вводит Его в свое царство. Второе Тимофея говорит об этом. 1.9. Спавшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог не спасает нас к какому-нибудь другому званию, кроме как к святому званию. Нам иногда хочется, ну, хоть как-нибудь, может быть, иногда думаем, да, ничего страшного, я такой умеренный христианин. Нет, здесь написано, что Он призвал нас к святому званию, не ниже, потому что святость Христа обменяется нам в святость. И теперь Бог смотрит на нас через Своего Сына точно так же, как на Своего Сына. Вы со мной или нет? Христос сказал ученикам, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Христос сказал эти слова в Нагорной проповеди, где Он излагал законы Небесного Царства. Каждое государство, каждое царство имеет свою конституцию. Так вот, наша конституция это Нагорная проповедь, это учение Иисуса Христа, Его слова, оставленные нам в Евангелии. Мы спрашиваем, какова цель нашей жизни, какова цель церкви. Наша цель церкви, цель каждого христианина для того, чтобы исполнять это учение, быть похожими на Христа, быть Его учениками, не на словах, но и на деле. Он дал нам для этого все необходимое, как написано, для жизни и благочестия. Я оставил вам свое слово, я дал своего духа, я оставил свое слово, которое выражает мое желание, мое повеление. Я хочу теперь, чтобы вы стали добровольными соучастниками этого процесса освящения. Смотрите на меня, слушайте меня, поступайте так, как я поступал, потому что он оставил нам пример, чтобы и мы шли по следам Его. 1 Петра 1,14, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Почему? Потому что написано, будьте святы, потому что я свят, если вы называете отцом, то есть это ваш отец, того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше, то есть с благоговением, с трепетом, не позволяя своей плоти, своим помыслам куда-то отправиться в какое-то, знаете, развлекательное путешествие. Мы, как правило, ожидаем святости от кого-то, мы думаем, вот кто-то должен быть святым. А Христос хочет, чтобы мы, подражая Ему, в первую очередь следили за собой, следили за святостью никого-то другого, за святостью своих слов и своих поступков. Римлянам 6.22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Это поразительный факт, братья и сестры. Божьей благодатью Матфеек, тот человек, который обманывал людей, собирал налоги, нажил в себе огромное богатство, был обманщиком, он становится теперь святым человеком, призванным апостолом. Мария Магдалина, в которой было семь бесов злещих, Христос призывает ее, освобождает, и именно ей первой он является после своего воскресения. Из всех плодов покаяния самым главным плодом является святость. Сок святости, он наполняет все духовные плоды. Дух Святой поселяется в сердце кающегося гречника, и это он пробуждает в нем желание. И поэтому, если человек жаждет святости, это первое и самое главное, самое правильное свидетельство истинности его покаяния и его христианства. Очень важно заметить, для человека его человеческая природа, которая еще не искуплена, наша греховная природа, дух наш искуплен, но природа еще не искуплена, она не является оправданием для греховных поступков. Потому что воля Божия заключается в том, чтобы мы освящались в этой жизни. 1 Фессоникицам 4, 3. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас, можно сказать, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам, и свидетельствовали. Почему? Потому что призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Бог призывает нас быть святыми. Это Его воля наше освящение. Это Его желание, это Его повеление, чтобы каждый из нас умел, учился соблюдать свой сосуд, то есть свое тело, свою сущность в святости и чести. Он вложил в нас этот потенциал. Нам необходимо нарабатывать навыки, видеть, где мы проваливаем где-то этот экзамен, где мы согрешаем. Нам следует избегать таких мест, или таких искушений, или таких желаний, которые скверняют наше сердце и нашу жизнь. Так сегодня мы говорили о том, что необходимо каждый день проводить тихое время общения с Богом. И один из методов общения с Богом – это молитва. Необходимо учиться, необходимо размышлять о Боге, как о Небесном Отце, думать о Его святости, о полноте Его власти, о Его характеристиках. Святить имя Бога в нашей жизни мы можем через наши слова и через наши поступки, но только в том случае, если они имеют правильную сердечную мотивацию. В Нагорной проповеди Христос предложил людям Бога, как Отца. Отца, который заботится о нас, который заботится лучше, чем о птицах, лучше, чем о полевых лилиях. Это потрясающая истина. Бог – наш Небесный Отец. Отношения между Отцом и детьми подчеркивают близость, доступность, открытость любого Отца к своим детям. С Отцом не нужно заранее договариваться о встрече с Ним, потому что Он всегда рядом. Его не нужно убеждать в том, что у вас срочное дело. Он всегда рядом, и Он готов нас слушать. Христос об этом сказал в Матфея 6,6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Даже когда люди вас не понимают, даже когда в вашем сердце происходит какое-то смятение, огорчение, помолись Отцу твоему, Он знает, помолись Ему в тайне, Он знает тайное твоей души, и Он в тайне пребывает. Ты Ему молись с верой, Он слышит, Он знает то, что ты Ему излагаешь. Здесь сказано, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз подчеркивается личное местоимение. Это говорит о том, что близкие, родственные отношения должны быть между молящимся и Богом, которым он молится. Без таких отношений молитва теряет любой смысл. Бесполезно говорить по телефону, если он отключен, если он не имеет связь с кем-то. Или же мы можем обратиться к соседу и сказать, «Папа, папа, можно тебя что-то попросить?» Он скажет, «Я не твой папа». Если Бог является нашим Отцом, то пусть наш Папа и решает наши проблемы, братья и сестры. И он обещал это делать. Что необходимо делать для того, чтобы Бог стал нашим Небесным Отцом или вашим Небесным Отцом, если этого еще не случилось? Такая возможность появилась у людей через Иисуса Христа. Иоанна 1, 12 написано, «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Если в нашем служении есть люди, которые не возродились, которые, быть может, годами ходят в церковь, но не имеют внутренней перемены, возрождения, мне неоднократно приходилось беседовать с членами церкви, которые десятилетиями являются членами церкви, но потом они признавались, говорили, «Пасырь, я покаялся, я покаялась». Это необходимо для того, чтобы Бог стал вашим Отцом, для того, чтобы в вашей душе воцарился мир, правильное отношение. Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающие, бремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда вы найдете покой вашим душам. Вы не будете иметь покоя до тех пор, пока вы не придете ко мне, пока вы не возьмете от меня вот эту сущность мою. Дух Святой сообщает природу Христа, Его кротость, смирение, Его святость, и тогда мы находим покой в Нем. То, кто верой принимает Христа в свое сердце, тот получает прощение, прощение грехов. Что может быть лучше, братья и сестры, осознавать, что я прощен Богом, не просто каким-то человеком, а Богом. Бог просто прощает все мои грехи, и Его милость обновляется для меня с чистого лица. Каждое утро, так написано, а я думаю, не только каждое утро, братья и сестры, каждый раз, когда мы обращаемся к Богу, Он все списывает нам, Он стирает, и все начинается с белого листа. Как это прекрасно, как это чудесно, как это замечательно иметь такого Бога, такого Спасителя, который освобождает нашу душу, который внушает нам такую надежду, вселяет такую надежду в нашу душу, в наше сердце. Аминь. Мы сейчас будем молиться, не торопитесь. Хочу, чтобы мы молились по три, по четыре человека в группе. Мы иногда делаем это. Хочу, чтобы мы, молясь, вот могли перечислить те уроки, которые сегодня мы здесь говорили. Когда вы будете молиться, не молитесь очень длинно, молитесь, быть может, так, одну минуту, потому что, если вас трое или четверо, это уже будет три-четыре минуты. Будем молиться за мир на Украине, будем молиться, Господи, за мир в наших сердцах, будем молиться для того, чтобы, быть может, у кого-то из нас есть недоверие Богу, чтобы Бог вселил в нашу душу это доверие Богу. Мы живем в очень хороших условиях, братья и сестры. Я недавно вот просто напоминал себе и благодарил Бога, говорю, Господи, благодарю Тебя, что мы живем в таких условиях. Мир над головой, комфорт. Нажал там чуть-чуть, чуть-чуть холодно, чуть-чуть тепло там, просто нужно нажать. Мы имеем чистую воду, мы имеем продукты, мы больше беспокоимся не о том, что у нас не достает продуктов, а о том, что больше, больше, чтобы не съесть. Мы беспокоимся и сильно переживаем, если этот комфорт вдруг мы потеряем. Тогда мы смотрим, что люди месяцами где-то живут в подвалах, не имея воды, не имея элементарных условий. Насколько больше мы должны быть благодарны Богу. Каждый день нам необходимо напоминать себе, благодарить Бога за все, что мы имеем, перечислять это неоднократно. Господи, благодарю Тебя за семью, за жену, за церковь, за служителей, за Слово Твое, за Духа Святого, за пищу, за дом, за детей, за внуков. Благодарю Тебя за все, что Ты даешь в моей жизни, за работу, за здоровье, руки, ноги, глаза. Я благодарю Тебя за святость, которую Ты мне дал, за прощение моих грехов. Когда у нас есть такая практика молитвы, мы можем молиться, не останавливаясь. Если же нет, иногда начинаешь молиться с другим человеком и думаешь, странно, он даже не может помолиться, он даже не может поблагодарить Бога, потому что в сердце нет этого изменения. Молитва не льется из такого сердца. Давайте будем учиться молиться. Учиться молиться в первую очередь в тайне, в своей комнате, а также вместе, когда мы поддерживаем друг друга и весь народ Божий на это скажет. Аминь. Встанем, будем молиться. Объединитесь в группы в три по четыре человека, и мы будем молиться.